Добрый вечер, в эфир Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Главе Карачаева, Черкесии, Рашиду Тимрезову представили нового начальника управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина на эту должность назначен полковник Павел Потасов. До назначения он служил в управлении ФСБ по Северной Осетии Павла Владимировича представил предыдущий руководитель регионального управления ФСБ Юрий Плодовский. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности Юрию Викторовичу за его работу в Карачаево-Черкесии, за эффективное взаимодействие с органами государственной власти в вопросах обеспечения безопасности, мира и стабильности в регионе. В Карачаево-Черкесии продолжается выполнение поручений главы республики по итогам прошедшей в декабре прямой линии. Одно из обращений касалось проблемы с водоснабжением в хуторе Киева-Журакии Адакихабльского района. В настоящее время ситуация находится на контроле у руководства регионального министерства строительства и ЖКХ. Подробности в сюжете корреспондента Артуром Кце. Вот так мы набираем воду. Вода холодная. Давление слабое. Жительница хутора Киева-Жураки Любовь Нестеренко успевает переделать часть домашних дел, пока вода набирается в одну емкость. Слабый напор, что зимой, что летом не позволяет женщине использовать водогрейный аппарат. Собственно, из-за частых проблем с подачей важнейшего для населения ресурса, люди и обратились на декабрьскую прямую линию с главой Карачао-Черкесии. Летом у нас практически воды не бывает. Если она идет, то она идет только с крана на улице и тоненькая-тоненькая струечка. Можно только набрать воды в емкости, чтобы она была. Зимой у нас вода есть, но она идет под очень маленьким давлением. Летом проблема приобретает куда более четкие очертания. Уход за огородами требует частого полива. И кому-то вода не достается вовсе. Обратились по поводу воды. Вот в летний период, когда полив идет, у нас очень плохо вода идет. Маленькой-тоненькой струйкой. На одной улице хорошо вода поступает, у нас плохо поступает. На третью улицу вообще ее нет. Представитель обслуживающей организации считает, что в нынешних условиях коммунальная служба делалась все необходимое. Однако действующая система не обеспечивает в полной мере потребности населения. Что мы сделали? В принципе ничего. Потому что если мы так качаем, вода у них есть, летом не хватает, потому что поливают огороды бесхозно. Люди хотят иметь возможность пользоваться поставляемыми ресурсами круглогодично. Не думать о том, сколько времени придется тратить на полив огорода, приготовление еды и многое другое. Они обеспокоены тем, что периодически ломается мотор. И надеются, что проблема все-таки будет решена. Причем не в отдаленной перспективе, а как можно скорее. Мы ситуацию мониторим и будем продолжать мониторить для того, чтобы улучшить водоснабжение в этом районе и конкретно в этом населенном пункте. Мы сейчас в стадии завершения проектная документация, которая дальше после завершения и прохождения государственной экспертизы проектной документации будет работать над включением в какие-то федеральные программы и улучшение качества водоснабжения в этом населенном пункте и еще в 10 населенных пунктах Адыгихабльского и Ногайского районов. Мы со своей стороны тоже будем следить за происходящим. И при изменении ситуации в лучшую сторону непременно об этом расскажем. Артур Махце, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгихабльский район. В целях обеспечения безопасности на горнолыжных курортах Архызы-Домбай в период проведения праздников новогодних каникул было организовано дежурство Карачаево-Черкесским поисково-спасательным отрядом имени Дзираева и сотрудниками Федеральной противопожарной службы ГОИ МЧС России по республике. Одним из ключевых направлений деятельности – это профилактическое мероприятие, обеспечивающее безопасность отдыхающих и пожарную безопасность на объектах с массовым пребыванием людей. Ведомцы рассказали, что праздники прошли спокойно и без происшествий. В новогоднюю ночь организовано дежурство сотрудников ГОИ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике вблизи всех объектов массового проведения мероприятий. Чрезвычайных происшествий и ситуаций не допущено. Усиление группировки сил и средств главного управления позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, которые могут возникнуть на основных туристических кластерах республики. Праздники прошли спокойно, слава богу, без происшествий. В горах выявлено нарушений никаких не было, в плане, что туристы нарушали раввинную обстановку. МЧС предупреждает, в горах выше с 2500 метров лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В северных районах ночью будут порывы до 11-14 метров в секунду, а днем до 20. Температура ночью до 16 градусов мороза, а днем до минус 7. В горах минус 1 плюс 4. На дорогах местами гололедица и снежный накат. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы до 11-14, днем до 18. Температура ночью до 14 градусов мороза, а днем минус 4-6. И на дорогах гололедица. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Светлый праздник Рождества Христова отметили в Покровской церкви города Черкесска. Праздничное богослужение собрало несколько сотен верующих. Подробности у Али Баташева. Светлый праздник Рождества. Казак Сергей Ходорев с детства привык встречать в храме. Сотни верующих собрались в этот день в Покровской церкви, чтобы отметить день рождения Иисуса Христа. Как будто такое чувство, как будто Бог сошел на землю. Бог просто с тобой поздоровался, протянул руку свою во благо. Поэтому это очень хороший праздник. Ожидание чуда, счастья, надежды на то, что все будет хорошо. Что вы хотели бы пожелать своим близким и родителям? Ну, прежде всего, мира, здоровья, счастья, благополучия, душевного спокойствия. Ну и Божьего благословения на все наши дела и годы. Рождественское богослужение с праздничными песнопениями длилось несколько часов. Кроме традиционных молитв, священники в этот день читали послания патриарха Кирилла и поздравляли верующих со светлым праздником. Хотел бы пожелать в этот день, чтобы Бог пришел в каждое сердце, в каждую семью и в каждую жизнь. Потому что его приход к нам, он всегда нами ожидаем, он всегда необходим. И когда Бог приходит, сразу в этой душе, в этой жизни, в этой семье наступает мир. Я хотел бы пожелать, чтобы у всех у нас в сердцах, в душах, в жизнях был мир. Пусть Господь всех хранит, пусть Господь всем дает милость и любовь. Рождество – это еще семейный праздник, наполненный ожиданием чуда, когда все собираются за праздничным столом и дарят друг другу подарки. Это праздник семьи, радости. Очень хотелось бы всех поздравить с этим величайшим праздником. Всем мира, добра, радости. Пусть Богомоденец Христос, который народился, благословит всех, все наши семьи. Мира нам в душах, в сердцах. Очень хорошо, что полна церковь. Самое главное украшение храма – это люди. По преданию, цель воплощения Иисуса Христа на земле – это возрождение и обновление мира, устранение из него всех последствий грехопадения и спасения человечества. После богослужения верующие поздравляли друг друга и спешили домой, чтобы разделить радость праздника со своими близкими. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошла традиционно архиерейская елка. Праздник собрал во Дворце культуры республиканской столицы более 400 воспитанников воскресных школ детей из малообеспеченных и многодетных семей. Жители Карачаева, Черкесии поздравил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Детям показали театрализованное рождественское представление с героями различных сказок и мультфильмов. Каждому юному зрителю и участнику представления вручили сладкий подарок. Хотел бы всех поздравить с праздником, наступившим новолетием и сегодняшним торжеством с Рождеством Христовым, который, полагаю, является праздником для людей всех национальностей и традиций, потому что рождественская радость, она понятна для всех. Это радость надежды, это радость света, который, наверное, сегодня так нам особенно нужно. И я хотел бы также прежде сказать слова благодарности главе нашей республики Расчет Борисбеевичу, поблагодарить главу нашего города за организацию этого праздника, этой замечательной рождественской елки, ставшей настоящей сказкой для самых юных жителей нашей республики. Одно из самых лучших туристических направлений для зимних каникул у россиян – известный курорт Дамбай. Сеть канатных дорог и горнолыжных трасс, свежий горный воздух и, конечно же, кавказская кухня манят сюда людей разного возраста. География отдыхающих впечатляет. В Дамбай приезжают не только жители соседних регионов, но и туристы из самых дальних уголков России и зарубежья. Во всем этом убедилась Алла Качиева. Дамбай любим и прекрасен в любое время года. Уже несколько десятков лет сюда устремляются тысячи туристов из разных уголков России. Так, проделав путь в несколько тысяч километров, в известный горнолыжный курорт приехали гости из Якутии. Мы здесь встретили Новый год, приехали 12 тысяч километров, пролетели над всей Россией и прилетели сюда погреться, потому что у нас минус 50 там, а тут плюс почти, да, 0 градусов. Так что, вуу, Дамбай, люблю. Вууу! А вы первый раз приехали? Да. Я, да. А кто вам посоветовал сюда приехать? Ну, мы знали, мы знали про горнолыжный курорт Дамбай, давно уже слышим. Здесь очень красиво, здесь уютно, здесь лучшая горнолыжка в нашей стране, я думаю. А это гости из столицы любуются красотой природы из подъемника, позволяющего подниматься на максимальную высоту – 3200 метров над уровнем моря. Кстати, очень удобно стало тем, кто летит из Москвы. В аэропорту Минеральных вод организован трансфер до Дамбая. Мы из Москвы приехали первый раз, первый раз встали на лыжи, на сноуборд, а снегом с погодой нам повезло, так как снега много здесь, нам очень нравится. Горнолыжный Дамбай, включающий в себя более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, 9 современных горнолыжных трасс, пункты проката туристского снаряжения, полностью готов к принятию отдыхающих и к любым внештатным ситуациям. Горнолыжный сезон стартовал на курорте «Ярко». Проведение шоу параплавинистов, шоу ратраков, массовым обучением новичков горным лыжам и сноуборду. Уже закономерно в новогодний каникулярный период Дамбай принимает наибольшее количество гостей. Курорт стабильно входит в число лидеров рейтинга самых популярных направлений для горнолыжного отдыха в России. В Дамбай у нас мы готовились заранее, с дорогами, с техникой для очистки снега подготовились. Все хорошо, но у нас проблемы с количеством снега. По всему Кавказу очень мало снега, в том числе и у нас. Но, тем не менее, заезды идут, загрузка порядка 75-80%. Все у нас нормально. В первой половине новогодних каникул было мало снега, а с 4 января любители активного отдыха наслаждались катанием. Кстати, трассы Дамбая хорошо подходят как для начинающих сноубордистов и горнолыжников, так и для профессионалов. После катания можно полакомиться и местной кухней. Аромат жареных хачанов, шашлыков и горного чая разносится по всему Дамбаю. Каждый найдет себе здесь развлечение по вкусу. Но все приезжающие в один голос твердят – в Дамбай они хотят возвращаться вновь и вновь. Итого, свои новогодние каникулы в известном горнолыжном курортном поселке проводили более 5000 человек ежедневно. Алла Качиева, Левастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Дамбай. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас продолжение фильма «Склифосовский». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»